Мы продолжаем чтение книги Ямвлека Халкицкого «Египетские мистерии. Символика Таро. Путь посвящения». Вместе с героем этой книги ты проходишь весь путь посвящения в магии. Ты смотришь на картинку, изображающую старший аркан, слушаешь главу, которая его описывает, и вместе с героем книги ты приобретаешь силу и основные черты этого старшего аркана и становишься магом. Здравствуй! Сегодня у нас девятнадцатый символ. На девятнадцатый день Верховный Жрец произнес такие слова. Символ, который ты видишь сегодня, называется Солнце Азириса. Он олицетворяет полноту жизни. Это конец пути Азириса. Иными словами, той линии мышления, которая начинается с первого символа и продолжается в каждом третьем от него изображении. Существует три таких пути, проходящих через всю книгу Тота. Путь Азириса, начинающийся первым символом. Путь Изиды, который берет начало со второго символа. И путь Гора, путь Духа, который начинается с третьего символа. Каждый путь перемещается через два изображения. Теперь мы можем прочитать весь путь Азириса таким образом. Абсолютное деятельное начало, символ 1, создает законы, символ 4, для исполнения великого плана, символ 7. Оно сохраняет творение в вечном подвижном равновесии с помощью колеса судьбы, символ 10, от смерти, символ 13, и разрушения, символ 16, до воскрешения в полноте жизни, символ 19. Однако следует заметить, что на пути Азириса существуют не только взаимоотношения отдельных символов между собой, поскольку все они постоянно согласуются с первым, но и скрытые математические отношения, номеров символов. Все символы пути Азириса связаны в своем числовом обозначении с первым символом. Пришло время посвятить тебя в основы нашей тайной математики. Каждое число обладает не только явным, но и скрытым значением, и это скрытое значение несет в себе более глубокое содержание. Чтобы выявить это значение, мы используем специальный метод сложения и вычитания. Этот метод заключается в сложении отдельных цифр числа. Полученная сумма является скрытым значением числа. Например, значение числа 12 равно 3, поскольку 1 плюс 2 равно 3. Складываются все цифры, составляющие запись числа, и эта сумма отражает более глубокое сокровенное содержание. Например, скрытое значение числа 12 равно 3, поскольку 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 плюс 11 плюс 12 равно 78, а 78 равно 7 плюс 8 равно 15, но 15 равно 1 плюс 5 равно 6, тогда как из 6 мы получим 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 равно 21, а 21 равно 2 плюс 1 равно 3. Таким образом, оба метода сокровенной математики приводят к одинаковому результату. Теперь применим этот метод к численному значению нашего символа. Слушай, четвертый символ соответствует первому и тесно связан с ним, поскольку 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 равно 10. Однако, когда складываются цифры 10, мы получаем 1 плюс 0 равно 1, потому символ 4 приводит к символу 1. Закон символ 4 берет начало в воле, символ 1. Возьмем теперь символ 7 и проведем такую же проверку. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 равно 28, но 28 образует 2 плюс 8 равно 10, а 10 дает 1 плюс 0. Таким образом, третий символ пути Азириса исполнения также соответствует первому символу. Это означает, что исполнение великого плана эволюции, символ 7, вызвано волей, символ 1. Перейдем к четвертому символу пути Азириса, символу 10. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 равно 55. Однако, 55 порождает 5 плюс 5 равно 10, а 10 равно 1 плюс 0 равно 1. Символ 10, колесо судьбы, также возвращает нас к первому символу. Это означает, что перемены в жизни, в людях и народах, изменения ценностей исходят из воли, абсолютного деятельного начала. Теперь символ 13. Пятый символ пути Азириса – смерть. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 плюс 11 плюс 12 плюс 13 равно 91. Но 91 дает 9 плюс 1 равно 10, а 10 соответствует 1 плюс 0 равно 1. Аналогичный. Разрушение сотворенного человечества, символ 16, также можно свести к воле. Наконец, седьмой и последний символ пути Азириса олицетворяет эволюцию, символ 19. 1 плюс 2 плюс 3 плюс 4 плюс 5 плюс 6 плюс 7 плюс 8 плюс 9 плюс 10 плюс 11 плюс 12 плюс 13 плюс 14 плюс 15 плюс 16 плюс 17 плюс 18 плюс 19 равно 190. Однако 190 порождает 1 плюс 0 равно 10, а 10 порождает 1 плюс 0 равно 1. Следовательно, жизнь также берет начало воли, в абсолютном деятельном начале. Оно и есть жизнь. Давай посмотрим на этот символ внимательнее. Ты видишь цветущее поле, на котором ярко сияет солнце. Рыцарь верхом на белом коне, который словно застыл, высоко воздев копыта. Этот человек является той же фигурой, которая подробно описана предыдущим символом, как творец и законодатель. Триумфатор и победитель, правящий жизнью и смертью, как тот, кто разрушил башню молнии. Теперь он направляется к полноте жизни, удерживая в руках знамя любви. Символ 4, закон, противоположен символу 19. В этом случае существует тонкое отличие от противоположного символа. Изображенный на символе 4 фараон держит в руке скипетр. Символ 19 показывает дарителя жизни, солнце, властелина жизни на земле. Его бесчисленные лучи представляют собой множество скипетров, сотворяющих жизнь и законы там, где они необходимы. Теперь иди с миром, настал час твоего просветления. Тем вечером, когда юный жрец провалился в сон под накидкой верховного жреца и покинул оболочку своего тела, он заметил, что помимо наставника его сопровождает и духовное тело верховного жреца. «Сегодня мы войдем в божественные сферы», — сказал наставник. «Солнце Азириса поднимется для тебя». Юного жреца охватило головокружение. Он потерял сознание и вернулся к нему уже на явном уровне высшего плана. Повсюду вокруг него сиял свет. «Врата небес открылись», — сказал верховный жрец. «Ничто нечистое не способно войти сюда», — подумал юный жрец. «Здесь царил покой и непрерывно звучало созвучие трех нот. Все это было совершенно не похоже на видимый мир и на все другие высшие сферы, которые юноша уже посетил. Вокруг него парило множество духов. Самые яркие из них были заметны с огромного расстояния. Здесь не было темных или мрачных цветов. Все чудесно пылало, излучая мир и гармонию. Внезапно среди духов возникло оживление, и все они полетели к центральной точке. Юный жрец и его наставник последовали за этим потоком. Свет стал еще ярче, сильнее, он почти разрушал юношу. Он остановился. «Я не могу выдержать это, свет слишком ярок для меня». «Позже, когда ты станешь более зрелым и развитым, ты сможешь выносить его», — сказал наставник. «Подожди нас здесь», — добавил верховный жрец. «И смотри, куда мы пойдем». Юный жрец видел, как его наставник и верховный жрец исчезли в облаке духов и полетели вперед, к свету, к центральной точке. Он пытался всмотреться в это ярчайшее ядро. Через несколько мгновений ему показалось, что он может различить в нем очертания фигуры, излучающей ослепительный свет. И одновременно юношу наполнило ощущение огромной радости и счастья, подобного которому он никогда не испытывал. Его захлестнула любовь и нежность, и он упал на колени и припал лицом к земле, поклонение и восхищение. Когда он очнулся, его наставник и верховный жрец вновь были рядом, и их лица светились восторгом. В трепете, проникшись увиденным, они затем вернулись на землю. Их глазам открылась священная река, текущая по спящим землям, и священный город далеко внизу. Юный жрец вновь почувствовал головокружение и потерял сознание. Он проснулся во внутреннем святилище под накидкой верховного жреца. Лицо юноши излучало свет. Он видел солнце Азириса, тихо сказал на следующий день, какой-то жрец, проходя мимо него. На этом сегодня мы заканчиваем чтение. И завтра у нас двадцатый символ. А пока, доброй ночи тебе и волшебных снов. Энергия солнца, энергия этого символа, наполняет твою жизнь творчеством. И ты реализуешь свои таланты в полной мере. Энергия солнца позволяет твоей индивидуальности найти применение в окружающем мире и принести плоды социального успеха. Человек, пришедший на твой путь под энергией солнца, подарит тебе счастье, и ваш союз будет долгим и наполненным. Прими эту энергию, как заслуженную награду. И когда время этой энергии уйдет, сумей найти ее снова. Когда энергия солнца приходит в твою жизнь, ты находишь свое место в жизни. И весь твой творческий потенциал реализуется в конкретной ситуации или с конкретным человеком. Твои таланты востребованы социумом. Главное не останавливаться в развитии. У тебя глубокое внутреннее удовлетворение и состояние внешнего социального успеха. Удачи тебе!